Здорово ребятки, вы на канале Фордмак и сегодня в этом выпуске реакции мы с вами заценим новое видео с канала Уголок Акро. Ах, первое графонистое. Дичь от мельницы. Ах, волшебник изумрудного города. Да, конечно, у Френджуз, как же его рекламировали. Помню в свое время постоянно реклама по телеку, по первому-второму каналу крутили слишком часто. И даже тогда внешний вид этого мульта меня не то что напрягал, а вызвал какой-то, знаете, тихий ужас. Но давайте же узнаем, насколько все плохо. Мульт я не смотрел, поэтому каких-то личных суждений у меня по этому поводу нету. Однако, давайте уже посмотрим, что скажет Аккор. Ну что, поехали. Всем массовый здрав, вот знаете, за что я ценю российскую анимацию? Пока в Америке вид 2D мультфильма в большом прокате скорее мертв, чем жив, когда мы просто не можем представить себе, чтобы Дисней выпустил свой следующий мультфильм не в 3D формате, русский же рынок глобально не уходит от 2D анимации. Этому в том числе способствуют бесконечные богатыри от студии Мельница, которые продолжают собирать кассу. С другой стороны, эти самые богатыри многих настолько уже достали, что ряд зрителей даже были бы не против, если бы они перебежали в 3D формат. Ведь, возможно, это единственный вариант, при котором хоть что-нибудь можно было бы поменять в этой подзатянувшейся франшизе. Но вопреки ощущениям, что Мельница зациклилась только на 2D формате, это не так. Первый 3D мультфильм студии Мельница – Урфин Джуз и его деревянные солдаты. И тут нам стоит для начала углубиться в историю. Астки, Урфин, господи. Книжка-волшебник изумрудного города, как и приключения Буратино. Это пример советской адаптации, которая выродилась в самостоятельную вселенную. Хотя нужно понимать, что оригинальная франковская, баумовая, ну, версия Баума «Волшебник страны ОСС» совершенно под рукой у него сюжет развивается. Потрясающе. Американская книжка «Волшебник из страны ОСС» Фрэнка Баума, перебравшись в Советский Союз, подверглась серьезным изменениям. Причем не раз и не два. Существует аж три версии волшебника, каждая из которых все сильнее уходила от оригинала. В результате Дороти превратилась в Элли, ее тетя и дядя стали ее же родителями, потому что, видимо, тетя и дядя не способны быть хорошими опекунами. Прости, Питер Паркер, понимаю, тебе неприятно, я тоже с этим не согласен. Татошка, который в оригинальной книжке оставался безмолвным зверем, в изумрудном городе начинал говорить. Потому что, когда за тебя пишет автор с советским образованием, то он даже собаку может научить говорить по-русски. Есть даже моменты небольшой жести, которых не было в оригинальной истории про страну ОСС. Например, момент, где злобный людоед пинает Татошку так, что из его ноздрей текли струйки крови. Да, это жестко. Вообще, мелких изменений очень много. Довольно-таки жестко. Но главное, что изменилось, это тон. Советская версия больше напирала на эмоциональное описание состояния персонажей. И также затрагивала темы гуманности и любви к родине. Ведь если Дороти остается в волшебной стране навсегда, это описано в продолжении сказки, не желая возвращаться в серый мир, где все обыденно и никто толком никогда не смеется, Эля же выбирала реальный мир, где у нее есть друзья и любящие родители. В результате писатель Александр Волков, что адаптировал страну ОСС, написал еще пять продолжений. В последнем даже появлялись инопланетяне. Правда, эту недоделанную книгу... Я читала все, и знаете, что я скажу? Чем дальше в лес, тем, блядь... Я не знаю. Тем хуже дрова, короче, это пиздец. У него под конец, походу, вообще это... Ну это примерно как с Простоквашино, что под последней книги там... Ах, господин Курленский такую хрень стал писать откровенную, не в обиду фанатам Простоквашино и прочее, но вот реально Простоквашино в последней книге, это просто жесть, там уже и военная техника появляется, и оружие... Из комментариев. Копулировали уже после его смерти, и во время выхода это даже рождало у некоторых читателей предположение, что все это обман, и на деле книжку написал кто-то другой. Даже смерть автора не остановила поток изумрудного города, выходили все новые продолжения, и даже внезапно кроссовер с Буратино, по которому даже был сделан спектакль. Но, честно сказать, я быдло, которое не читало, наверное, ничего, кроме, возможно, первой книги. Для меня Волшебник это прежде всего мультфильм. И нет, не советский мультсериал 70-х, который, возможно, у многих вызовет ностальгические воспоминания, но у меня в детстве, скорее всего, он мог вызвать только крипоту, до того, как я вообще познал такие термины. Нет, я вот про эту штуку начала нулевых. Это мой любимый персонаж, кстати. На меня похож. Приключения в изумрудном городе от студии НТВ Кино. Я тогда еще удивился, что НТВ, оказывается, не только сериалы про бандитов и ментов делает. Был один из моих любимых отечественных мультфильмов. Я, кстати, помню, у меня даже две кассеты были этого мультфильма. В общем, официальные какие-то кассеты. Но он неплохой на самом деле. Он очень неплохой. Единственное, там некоторые вольности довольно странные по сравнению с легендарным произведением. Они как будто решили смешать оригинальную версию Баума и версию Волковой. Очень странный опыт. ...в детстве. Хорошо-то как? Хе-хе-хе-хе. Спасибо огромное, благороднейшая фея, что ты уничтожила злую восточную ведьму. Я вовсе не фея и в жизни никого не убивала. Эх, как классно доносить до маленькой девочки то, что она отняла чью-то жизнь, вместо того, чтобы успокоить ее и объяснить, что это просто несчастный случай. Прекрасная страна. А че, хорошая страна, реально. Тут явно нужно остаться надолго. Ты проиграла. Ты прикончила злую восточную ведьму своим домиком. А в наших... Это реально странно, типа. Я понимаю, что она терроризировала эту страну живунов, но... ...говорить девочке о том, что она совершила убийство, хоть и злой, это странно. Она могла сказать, что ты уничтожила и спасла нашу страну. Но не в таких же подробностях. В местах нет более высшего проявления доброты, чем создание у ребенка психологических травм. Если даже сейчас местная анимация смотрится в основном крайне достойно, то конкретно с выражением главной героини, которую тут зовут Долли, у меня имеются проблемы. Я до конца не понимаю, то ли дело в ее каком-то упоротом взгляде, то ли еще в чем-то. Насмотря на нее, не покидает ощущение, что наша дама слегка упорол. Ну, тут все дело в глазах. То есть, анимация рук, лица, нормально, именно глаза, они как будто на выкате. Что в целом может объяснить происходящее вокруг? Говори скорее, зачем пришла? Надо порошочек. И что же еще? К счастью, в третьей серии ее дизайн становится... Ну да, здесь она выглядит неплохо уже. ...более приятным, и нас знакомят с новыми персонажами. И если в детстве я прежде всего обращал внимание на тыквоголового Джека и Жука, то сейчас я осознал, насколько тяжела история мальчика Топа. По сюжету он был принцессой, которую выкрали и превратили в мальчика. Но он не знал о своем прошлом, и вот правда всплыла наружу. Что? Я девчонка? Ой, не могу! Да вы что? Она же врет! Нет. Я не хочу! Я не хочу быть девчонкой! Не расстраивайся. Это не так страшно. Блин, не... Можно вот стукнуть тебе, летят 12 и 13, и будет стукнуть, и уже будет нехорошо. Да. Хочет же человек! Но зачем? Не хочу быть Озмой. Хочу остаться топом. В этом случае, согласно параграфам АВВГТ, Момби будет признана невиновной. Если так подумать, это драма про то, как человеку некомфортно в своем естественном теле. И он чувствует себя гораздо органичнее, будучи партией. Ну, ты так... Хотя... Да, точно. Я все-таки просто вспомнил. Я думал, что это именно из книг Волкова. Но это все-таки сюжет именно Баума. Хотя там... Все шло немножечко пожестче. Хотя, наверняка... Короче, те, кто смотрел фильм «Возвращение в страну ООС» в 80-х, тот поймет. Потому что это страшная хрень, блядь. Это очень... Ну, там Момби, вот эта ведьма... Она куда к репове? Она не просто ведьма, которая, типа, отвалит колдунство и утаивает там тайну, что случилось с «Изумрудным городом». Нет. Она помешанная ведьма, которая ворует человеческие головы, чтобы всегда менять их и хранить свою красоту. То есть она каждый день меняет чью-то голову себе другой женщине. А, ну я поняла. Это ведь интересная адаптация к духу из-за Анга. Да, только там натурально показывают, как она безголовая бежит по всему замку и гонится за Дороти с криками «Дороти!» Это очень стрёмная хрень. Нет, это именно надо смотреть. Многие дети до сих пор отмечают, что у них остались травмы после этого фильма. Он сам все очень криповый. Видите, без слабых. У меня в детстве никаких травм. Нет, нет, это просто... Это просто кинематограф 80-х. Тогда детей очень любили пугать и травмировать. Но, увы, вынужден пойти на жертву. Блин, в наше время с такой темой можно было бы и Оскара отхватить. Ну да. Но и когда... Там же у нас и феминизм, и смена, как говорится, Гендера. Вот смелый мультфильм, а сейчас у нас все это осуждается. Когда я добрался до титров и услышал эту песню... Где-то далеко она волшебная страна Я чуть не разрыдался. Конечно, сейчас мульт не производит такого же впечатления, как в детстве. Но это все еще приятное зрелище, кстати, от студии Мельница. Опа. Смелей! И вот спустя 17 лет данная студия вернулась к изумрудному городу в Урфинджусе. И начало уже меня немного задезморалило. Первые минуты мультфильма нам показывают происходящее в 2D формате, и уже чуть позже мы переключаемся на 3D. Также в середине сюжета нам дадут еще один небольшой 2D кусочек. Возможно, таким образом студия Мельница хотела показать некую преемственность. Вот только лично я бы с большим удовольствием смотрел бы на вот это, чем на это. 2D куски слишком небольшие, это скорее выглядит как дразниловка. Ну ладно, перейдем к завязке. Персонаж Урфинджус, озлобленный на веселящий народ, с помощью волшебного порошка оживляет деревянных солдат. Которые похоже на Чакли Вангрии. Ну, кстати, да, есть многое. Ну, вообще, в книге этот порошок был бы мо... растений. Вообще-то... Вообще такая... На самом деле, книжка вот именно деревянных солдат первая ряда. А. Надо будет потом что-то... Может, ознакомиться. А у меня есть. А. Это очень странное музыкальное сопровождение для данного действия. Прикиньте, если бы с такой музычкой всегда показывали эпичную злобную армию. Странный сон. Вот такой подбор. Нет, возможно, нам тут и не нужно воспринимать их всерьез по задумке сценариста. Странный хрен. А, вот теперь вы включили эпичную музыку. Но, сорян, уже поздно. Прошлый кусок не разведить и не расслышать. Была бы здесь Элли. Забавно, мы будто что-то пропустили. Ведь нам не расскажут про то, как Элли попала в изумрудный город изначально. Элли можно считать, что это продолжение того старого мульта, хотя напрямую на него не ссылаются, и там была Доли, а не Элли. А знаете, все это абсолютно не важно, ведь здесь у нас новая Элли. Элли давно про вас забыла. Она уже бабушка. Там же время по-другому течет. Бабуль, привет! Здравствуйте, здравствуйте! Да, это внучка оригинальной Элли, которую тоже зовут Элли. Ну, понятно. Прекрасный сюжетный ход, которому вообще никакого смысла. Нет, у меня так-то вообще тоже в честь бабушки. А, не то, что А. Это отличная замена. Ведь у старой Элли явно не было дырок на джинсах, так что она была недостаточно модно молодежной для современных зрителей. К чести сказанных, книжках тоже появлялся оригинальный в кавычках персонаж. Младшая сестра Элли Энни. Но там хотя бы соизволили сменить хоть какие-то буквы. Татошка, ты чего? Ну, хватит, хватит. Вы, блин, издеваетесь? Новую собаку тоже зовут Татошка, как и старую? Или это просто старый пёс, который живёт так долго благодаря развитой медицине Канзаса? Нанотехнологии. Да. О, чего это они? То можно было бы и в волшебную страну. Это так бабушка говорила, когда мне в детстве сказки свои рассказывала. Или всё же нет, раз она говорит с псом так, будто бы он не в курсе. Объясните мне, а нафига вообще создавать новых персонажей со старыми именами Которые несут в себе те же сюжетные функции Это просто жульничество Или бюл Это реально хрен за это Было бы интересно посмотреть на повстаревшую Как раз таки оригинального персонажа Старевшую, ну получается Элли Которая пришла бы, вернулась и снова бы Встретилась со старым персонажем Со страшилой, с дровосеком, со львом Это было бы интересной концепцией Но нам же нужен молодежный Молодой персонаж Зачем экспериментировать Зачем Ну это по-своему мило и притягательно Типа, как ты сказала, кому интересно смотреть мультик, которым бабушка Есть мультик, по которому главный герой это старик И все полюбили этот мультфильм Он собрал миллиард долларов Называется Верх Бюджет этого мультфильма Формировался из гранта на самый бесполезный сюжетный пируэт Да в этом, блять, вообще нет смысла Это ж полный бред Ладно, может быть, это решение было необходимым Для того, чтобы героиня сталкивалась с волшебной страной В первый раз и на все бурно реагировала Таким образом, зрителю было бы проще ассоциировать себя с ней Ну не то, чтобы она реагирует прямо бурно Это солдат, что ли? Из дерева похоже Как-то не очень современно Скорее реакция на уровне Ой, что-то как-то здесь все не современно Да я скорее в VR-очках больше кайф словлю А я не поняла, тут сейчас Старбакса даже нет? Ясно Которая находится в новом мире Минуту Стремительно нагибает деревянных солдат И кто-то скажет, что оригинальная Элли Тоже в самом начале истории убивает ведьму Но, блин, тогда это была случайность А тут, как я могу сопереживать героини Которая нагнула всех и вся Когда зритель с ней даже еще толком не познакомился Я великий и могущественный волшебник Урсин Джулс Ха-ха-ха-ха-ха Это я оживил всех этих солдат Всех этих солдат, которые ничего не стоят Судя по тому, что мы увидели Теперь ты, наверное, пойдешь освобождать изумрудный город? Ээээ, что? Спасать город? Мне что, 4 годика? В моем возрасте спасают только мультивселенные Иначе меня в школе засмеют Ладно, при всех мы... Ладно, это уже какая-то... Это же просто, это... Приебнись нифига Акера, ну тут уже перебор Ну, хотя, в принципе Я могу понять, или, типа, блин Ты помнил волшебный мир, какой-то пацан Ты страдил из солдатами, спасяй на всех Я бы тоже перефедел из такого, как говорится В придирках я должен сказать, что визуал тут довольно неплохой И на персонажей в целом приятно смотреть Так, ладно, давайте еще раз прорепетируем Ооо... У него что, волосы наэлектризировались или как? Почему он выглядит как какой-то оду... Блин, реально варуамов только в виде льва Господи Уванчик Я бы понял бы, если бы всех классических персонажей переделали Но почему-то досталось именно льву Лев Ну, понимаешь Извини, что так вышло, конечно Но я не та Элли Не та? И, блин, я могу поверить, что какие-то левые живуны Могут не знать, что это не та Элли Но, блин, лев, который, по идее, с ней контактировал И она сильно на него повлияла Не может заметить отличия Или тут типа как назад в будущее Потомки выглядят идентично предкам И да, такая реакция распространяется здесь Абсолютно на всех персонажей Как не та? А Татошка? Татошка тоже не тот Это его проправночек Ха-ха-ха Элли Господи, я спрошу, у нас время Я Элли Но не та Элли И опять же, это могло бы быть не недостатком мульта А его достоинством Каково это, когда в тебе видят не тебя саму а твою весомую по значимости бабушку. Насколько это тяжело быть в тени твоего более могущественного предка, когда ты хочешь показать себя совсем с другой стороны, но тебе все равно приходится идти по пути, которые прошли еще до тебя. Или вот что еще можно. Ну, кстати, в Охотниках за привидений последних это хорошо раскрыли. Там это было бы очень даже неплохо. Конечно, сцена с Гарльдом Рэмессом перпец трогательная. Учитывая, что его не стало. Можно было придумать. По сюжету бабушка Элли могла быть уже не живой. Новая Элли помнила бы ее уже не так хорошо. И уже от жителей изумрудного города узнавала бы больше о юности своего предка. И возвращаясь к прошлой теме, о которой я уже говорил, современная Элли понимала бы, что и ее героическая бабушка не была идеальной. И что даже у нее не все получилось сразу. Так что не нужно останавливать попытки прийти к победе. И возможно вы мне скажете, Акр, это же детский мульт, зачем так все усложнять? Ну а тогда нахрена нужно было лепить все эти сложности с внучкой Элли? Ради бесконечных реплик, типа, ты Элли? Да, но я не та Элли. Я ее внучка, понимаете? Внучка? Да. Ну и ради того, чтобы сделать Татошку геймерам из современности... Мы попали в сказку, понимаешь? Ну типа компьютерной игры. Ну подожди. Это же квест. Очередная опция включилась. Нахера вот это было добавлено, я шут знает. Молодежный аудитор. Ну короче, здесь такой же минус, как был в мультфильме Астерикс и Викинги, когда появился персонаж, я уже даже забыл, как его звали, и он весь из себя такой, эй, давайте смс-очки, наберу на своем голубке смс-очки, давайте потанцуем диско. Это смешно именно было тогда, но сейчас этот мультик морально устарел, и сейчас половину отсылок люди не поймут, в этом-то и прикол. Он устарел, в отличие от остальных произведений про Астерикса. Так что эти смс-очки, там пейджерики и прочие-прочие, вот эти отсылки, сейчас люди не поймут вообще. Это реально кринж. Ну что бы мы без этого делали, даже не знаю. Но если абстрагироваться от самой Элли, другие персонажи, тот же Страшила и Железный Дровосек, производят довольно приятное впечатление. Мне нравится, что Страшила буквально рисует улыбки на лицах деревянных солдат, склоняя их к добру. Мне нравится бодрый финальный экшен. Но что касается финальной развязки... Вы же волшебный! Делайте что-нибудь, пожалуйста! И все? Да... Можно было придумать что-то получше. И кто-то скажет, ну это ж как в оригинальной сказке. Туфельки спасли Элли и перенесли в Канзас. Согласен. Но у всего есть органичный контекст. И когда я смотрю на битву, где Татошка шмаляет из местного магического пулемета... Я ожидаю нечто большее, чем разруливание волшебными туфельками. Вот когда не надо, они отсылаются к оригиналу. Но никогда нужно внезапных внучек из ниоткуда доставать. И самое забавное, что для мультфильма, в названии которого написано Урфин Джус, в истории, на удивление, мало Урфин Джуса. Потрясающе. Я отобожаю эту тенденцию в мультфильмах, в фильмах, вообще в любых произведениях, когда у нас есть какое-то определенное имя, то есть имя персонажа. И его очень мало. Одно дело, когда это имя, это не просто имя, а какой-то контекст. То есть, чтобы плавно к нему подвести к какому-то, знаете, сюжетному поворотку. Например, как в Акире. То есть, нам самому Акиру не показывают, лишь намеками. Здесь же это странно, очень странно. Как минимум, вот вопрос. Знающему человеку, вот самого этого Урфина Джуса в книжке, как было, достаточно, в принципе? Да там большая часть, больше половины только про него и писалось. Про то, как он правил, про то, как он пытался создавать больше этих солдат, про то, как он терпел поражение, что он чувствовал. Ясно. Ну ты еще делая учет на то, что я это читала, когда мне было, но... А. Я это, я уже не помню. Но я все равно тебе верю. Да. Его не особо раскрывают. Ну там вторая часть про другую расу. Короче, там вторая раса еще есть. Вот он правил, он стал типа королем. Она тоже пиздно. Угу. Там про орлов каких-то была, историка тут вообще. Хочешь, там интересно. Угу. Есть какая-то предыстория с девочкой, что испытывала к нему симпатию и хотела дать ему подарок. Потом этот подарок спустя годы к нему все же доставляют, но ему вообще на него пофиг. Зачем нам тогда вообще показывали всю эту линию, если честно, непонятно. А в финальной битве он просто в какой-то момент исчезает и о нем никто не вспоминает. Прикиньте, если бы в фильме «Гарри Поттер и философский камень» Гарри просто исчез бы в кульминационной битве, и все бы остальные сделали вид, что да ничего такого, подумаешь. Это крайне странно. Я уже подумал, что может его в какой-то сцене после титров засветят, но нифига... То ли сбежал, то ли... Угу. По-моему, они его просто отпустили. А-а-а. Ясно, надо бы... Надо бы все-таки ознакомиться бы с оригиналом. Га? И почему герои так спокойно... Книжки не пачканы. Ничего страшного. Ты сам понимаешь? ...отпускают Элли, когда сам Урфин не пойми где. Но, видимо, у них есть твердая уверенность, что он не вернется. И, ой, потом вышел сиквел Урфин Джуз возвращается. Ой, какая неприятность вышла. И во второй части кто-то решил, что нужно поднять градус современности и трендовости на полную катушку. В сущности, главный герой это не столько Элли, сколько испытывающий к ней симпатию парень Тим. Который, внимание, активно общается со своим приложением на смартфоне под названием Лучший Друг, где затесался вот такой вот говорливый виртуальный займ. О, круто, здорово, блин, Гличтрап. Я очень не хочу показаться занудой, но... Мир оживших деревянных солдат, говорящего пугала, королевы мышей, летучих обезьян и прочего. Вот неужели этому волшебному месту реально необходим персонаж из смартфона, чтобы удержать детей у экранов? И нет, я не какой-то блюститель оригин... Эх, хрен его знает. ...сценальные книжки про Урфин Джуса. Я её не читал, и что-то мне подсказывает, что сценаристы тоже не особо. Но такие нововведения просто оскорбляют мой вкус. Если логику первого мульта по поводу того, что детям проще сопереживать современной Элли, а не какой-то древней Элли, я ещё могу принять, то взгляд уровня «Ну, эти современные дети не расстаются с телефоном», поэтому, разумеется, нужно сюда запихнуть приложение на телефон, которое не просто где-то мелькает, а играет важную роль и влияет на кульминацию, мне чужд. Да, в конце Урфин Джуса побеждают именно благодаря приложению, которое обманом заставляет его снять волшебные туфельки. О, славные технологии! Окей! Эта визуальная часть мультфильма стала ещё более... ...интересной. Момент... ...садик... А, ты имеешь в виду, наверное, как этот, «Огненный бог Моранов»? Да, да, написано. Угу. Это где... Ещё есть другая книжка про... ...но она вообще не... А-а-а. Это как раз про Инь. Надо будет ознакомиться потом. Урфин Джус буквально надевает розовые очки, которые скрывают от него истинный ужас места, где он находится, и попытки его ликвидировать. Я искала вот этот камешек. Я перевожу взгляд. Нужно... ...внимание, как он... Реально смотрится очень круто. Вообще, хоть и на контрасте с 2D-частью в начале 3D-мир здесь меня слегка отталкивал, должен сказать, что Мельница действительно сделала огромную визуальную работу. И тем обиднее, что сценарий ей не соответствовал. Урфин Джус, что первый, что второй, это не какие-то ужасные мультфильмы. Они, скорее, никакие. Сделанные под слоганом, ну вот, наверное, вот это понравится современным детям. И знаете, что меня удивляет? Мульты про Джуса не были популярны у российской публики. Мало где прописан их бюджет, но там, где он прописан наряду со сборами, очевидно, кассовая фиаско. Но тем не менее, в 2022 году, когда западные киношные бренды убежали с русского рынка, Урфина запустили в прокат повторно наряду с такой признанной классикой, как «Брат» и «Брат 2». Ну что ж, упорство у некоторых людей, мое почтение. Ну и что еще можно добавить? У Мельницы, как всегда, все в порядке с раскрытием темы связывания. Держит Марку. Ну а с вами был Акар, пишите свое мнение. Да, ребята, выглядит, конечно, печально, особенно учитывая, что первый источник явно был куда, как говорится, масштабнее, чем то, что нам показала Мельница. И самое смешное, я думаю, из «Волшебника изумрудного города» из этой франшизы можно было бы сделать охеренный сериал. То есть реально каждый сезон отдельная книга. Был бы чертовски круто. Я бы следил за подобным сюжетом, знаете, чем-то в стиле вот подобных мультсериалов на Netflix, где вот реально, знаете, там отдельная сюжетная ветка, это отдельный сезон. И было бы круто. Я был бы очень рад. Ладно, в любом случае, Акру, спасибо, как говорится, за такое видео. Печально, что все-таки так случилось с мультом, что он оказался таким пшиком. Спасибо за внимание, подпишись, лайк поставь и спокойной тебе ночи. Субтитры сделал DimaTorzok